Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет видеопрезентацию, посвященную Фёдору Михайловичу Достоевскому. Фёдор Михайлович Достоевский – известный российский писатель XIX века. Его творчество увлекало, увы, современников и не перестаёт будоражить воображение сегодняшнего литературного мира. Фёдора Михайловича Достоевского часто называют самым петербургским писателем в русской литературе. И это не случайно. Петербург в произведении гениального прозаика представляется как особое пространство, мрачное, замкнутое, кривое, почти самостоятельный герой всех романов. Город на Неве. И не случайно для празднования Дня Достоевского выбран город Санкт-Петербург. День Достоевского отмечается в России ежегодно, в первую субботу июля. И в 2023 году этот праздник приходится на 1 июля. День Достоевского – это большой праздник, ставший городской традицией не только для жителей Санкт-Петербурга, но и для жителей нашей страны. Почему же День Достоевского именно в июле? Праздник приурочен к знакомой для писателя паре белых ночей и времени действия в романе «Преступление и наказание», который начинается со слов в начале июля в чрезвычайно жаркое время. Все знают творчество Фёдора Михайловича Достоевского прежде всего по так называемому «Пяти книжью», в которую входят самые крупные романы писателей – «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Роман «Преступление и наказание» является одним из самых известных произведений писателя, вошедшие в Золотой фонд мировой литературы. Роман делится на две составляющие. В первой идёт описание мытарств главного героя – Родиона Раскольникова, его рассуждения и в итоге совершённые им преступления. Затем следует наказание и саморазоблачение Раскольникова. Но писатель с заключительной части Рована в эпилогии указал на возможность исцеления Раскольникова благодаря искреннему раскаянию и вере в Бога. Нравственное возрождение героя стало возможным только благодаря его полному переосмыслению своей жизни, поступков и ценностей. И роман затрагивает многие серьёзные проблемы, которые остаются актуальными и по сей день. Роман «Идиот». Главный герой – Лев Мышкин. Бесконечно добрый, деятельный человек, который приезжает в Россию из Швейцарии. Миссия Мышкина – высвободить красоту из-под власти денег, просветить страстные, мрачные души, спасти юность, ордыни и своеволие. И в романе автор затрагивает темы религии, смысла жизни, любви как между мужчиной и женщиной, так и ко всему человечеству. И Федор Михайлович Достоевский изображает рабственное разложение русской интеллигенции и инварянства, показывает, что ради денег люди готовы пойти на что угодно, переступив челюсть зубы в мораль. Именно такими и видит автор представителей нового поколения. Роман «Бесы» – роман о трагедии русского общества, в котором революционные настроения, по мнению Достоевского, являются следствием утраты веры. И Достоевский написал роман «Бесы» как роман «Предостережение», пытаясь остановить Россию на пути революции. Многие герои романа умирают насильственной смертью. Этот роман – разрушение и преступление. Достоевский пророчески предсказал в нем все, что произошло потом в России после 1917 года. Писатель показал истоки этого явления – безверий, духовности, глубокой внутренней опустошенности. Этим больны многие герои романа. В этом главная тайна центрального персонажа романа Николая Ставрогина, одним из прототипов которого был друг юности Достоевского. Роман «Подросток» посвящен проблеме молодого поколения. Это роман «Исповедь» от лица юноши Аркадия Долгорукого, в которой рассказывается о становлении его характера и жизненной позиции. Аркадий – незаконорожденный сын помещика Аверсилова. И с раннего возраста Аркадий был уязвлен двусмысленностью своего положения, тяготился доставшейся ему фамилии, и испытывал противоречивые чувства к отцу, которым восхищался и порой ненавидел. Сам Аркадий одержим идеей Ротшильда. Он мечтает накопить миллион, чтобы потом властвовать над людьми. Однако непосредственность юношеских страстей и переживаний, живая жизнь заставляет Аркадия постоянно отклоняться от его идей. И сам роман, безусловно, очень современный. И проблемы юношеского самоопределения поданы с таким блестящим знанием психологии человека, что любой, даже взрослый человек, невольно увидит в портрете героя свое отражение. Роман «Братья Карамазовы» – это шедевр мировой литературы. В этом произведении повторились по-новому мотивы и образы предыдущих работ писателей. К созданию романа Достоевский шел всю жизнь и поднимал в романе важнейшие проблемы человечества, нравственные и духовные основы существования людей, вопрос о смысле жизни. В своем романе Достоевский рассказывает о жизни трех братьев Дмитрия, Ивана и Алексея, Алеши, Карамазовых и их бурные отношения друг с другом и их с отцом Федором. В романе рассматриваются темы отца убийств, веры, морали и существований Бога. Роман Достоевского «Братья Карамазовы» учит нас быть терпимыми друг другу, прислушиваться к чужому гору, проявлять сочувствие и любить ближних. И уже 1 июля будет отмечаться 14-е годовщина – День Достоевского. И в этот день город Санкт-Петербург преображается. Повсюду проводятся народные чтения, спектакли, мастер-классы, квесты, в которых участвуют все желающие. Устраиваются ярмарки, на которых продаются специальные выпуски газет, сувенирные открытки и магнитки с мультяшными героями романов-писателей. И у гостей города пользуются популярностью экскурсии по местам, которые связаны с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского. Отмечая праздники, которые посвящены классикам, общество укрепляет связи с литературной вселенной, ничто так не распаляет воображение и не пробуждает фантазию, не увлекает написанный мир и не заставляет переживать вновь и вновь за судьбой героев, как хорошо написанный роман или рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok